А? А? Вообще? Все еще болеешь, София? Я посижу вон там, ладно? Бедняжка. Ах, мои губы! Они так шелушатся. Я знаю, что может помочь. Что? Тоже хочешь меда? Мед незаменим для сухих губ. Просто наносим немного пальцем. А мертвевшая кожа сразу отстанет. Ура! Губы спасены! Да чего же просто! Теперь можно добавить блеска. О, что может быть лучше? Жаль, нельзя питаться только шоколадом. О, мороженое! О, мороженое! Вау, ты что, одна все это съела? Ты в своем уме? Это же один сплошной сахар. Если продолжишь так питаться, в этой форме не задержишься. Кажется, ты права. Но разве все настолько плохо? Да, наконец-то я доела все шоколадки. О, нет, я такого не хочу. Надо тоже заняться спортом. Никаких больше треников. Тут где-то должен быть спортивный костюм. Черт, это все, что мне удалось отыскать. Ну, а что с ними не так? Да ты просто посмотри. Они не подходят. Уверена, можно сделать так, чтобы получился костюмчик, как у меня. Отличная идея. Разложите колготки. И возьмите ножницы. Обрежьте колготки так, чтобы они стали короче. Только не торопитесь. Режьте медленно и ровно. Вот так. Теперь обе штанины короткие. Отлично, пора их примерить. Вау, сели просто идеально. Какие милые. Хм, круто. Выглядишь здорово. Спасибо. Пойдем на пробежку. Итак, бойцы и Белла готовы зажигать. Эй, ты еще не готова? Мне совсем нечего надеть. Слушай, без паники. Я мигом. Так, вставай. Хватит грустить. Давай примерим вот это. О, как здорово. Фиолетовый мне идет. О, жаль, что видно лямки Левчика. Знаешь, у меня есть решение. Прощай, Левчик. Ты мне больше не нужен. Ой, наверное, все-таки нужен. Знаешь что? У меня есть одна мысль. Здесь нужен спортивный бюстгальтер. Спортивный? Но нет, выглядит ужасно. Белла, ты не понимаешь. Ладно, смотри. Берем из него чашечки. Они нам сейчас пригодятся. Теперь понятно. О, да, просто вставляю их вот так. Отлично. Никаких бретелек. Я довольна. Ты выглядишь супер. А теперь пора на тусовку. О, отличная задумка с волосами. Эта книга такая интересная. Бу! Ой, Дженнифер, как смешно. Энни, у тебя рюкзак открыт. Стой, дай я застегну. Знаешь, а книга действительно крутая. Мне кажется, тебе понравится. Эм, у нас, похоже, возникла проблема. Просто вытяни и все. Я пытаюсь. Вау! Дженнифер, ты в порядке? Да, все нормально. Похоже, ты сильно ударилась. А всему виной эти завязки. Кажется, я знаю, что с ними делать. Бип! Берем первую и завязываем вот так. Но сильно не затягиваем. Пусть петля будет свободной. Перекручиваем петлю и продеваем через нее. Но это еще не все. Повторим то же самое второй раз. Старайтесь делать все аккуратно. И еще раз. Ну вот, теперь можно хорошенько затянуть. Отлично! Так они намного безопаснее и выглядят красивее. А ты права. Спасибо, Энни. И еще один бип. Доставка посылки. Ого, обожаю это. Интересно, что там внутри? Давайте узнаем. Вау! Это же рубашка, которую я заказала в интернете. Она даже лучше, чем на фотографии. Мне кажется, она очень мне подойдет. О, да. Она отлично впишется в мой гардероб. Надо померить. Что? Она мне большая. Как же так? Но я не такую заказывала. Как это произошло? В журнале она так классно смотрится. Но она мне совсем не то. Ах, это просто нечестно. Как бы все исправить? Ах, оу, резинка. Такая эластичная. Ты решишь мою проблему. Накиньте резинку на верхнюю пуговицу. Проверьте, чтобы она прочно держалась, а затем наденьте ее на следующую пуговицу. Она растянется и на третью. А теперь давайте проверим, сработает ли. Ого, все получилось. Смотрится даже лучше, чем в журнале. Тогда сделаю пару селфи. Пора вернуться к прямым волосам. Ах, что это за кудряшка? Вы посмотрите на эти кудри и волны. А ну-ка выпрямляйтесь. Утюжок вообще работает. Хм, может он не горячий? Сейчас проверим. Что? Он вообще не горячий. Неудивительно, что волосы не выпрямляются. О, приветик Алоэ. У меня появилась идея. Мне нужен твой листочек. Отрежу конец и аккуратно разрежу лист вдоль. Медленно и осторожно, чтобы случайно не порезаться. Окей, я разрезала до конца. Разделю две половины. И для следующего шага мне снова понадобится нож. Надо сделать надрезы по всему листу. Но не до конца. Готово. У меня есть две части, и их можно использовать. Лист Алоэ станет моим выпрямителем. Я проведу им по всей длине волос. Только взгляните на этот гель. Он, кстати, отлично заживляет ожоги. Взмах! Ау! Я ударилась головой. Окей, попробуем еще раз. Взмах! Теперь, когда они высохли, они прямые и блестящие. Понял, утюжок? Ты мне даже не понадобился. Мы с Алоэ отлично справились. Как же хорошо иногда провести субботний вечер дома. Ой, кто это? Не может быть! Он зайдет за мной через пять минут? О, нет! Как бы мне сейчас пригодилась фея крестная и ее сногсшибательное платье. Вики, ты сама можешь сотворить сегодня чудо. Хочешь узнать, как превратить старый свитер в вечернее платье? Продень руки сквозь горловину и опусти ворот свитера на грудь. Шов горловины должен оказаться на твоей талии. Чтобы рукава свитера не свисали по бокам, завяжите их красивым бантом у себя за спиной. Так вы сделаете свое платье еще более нарядным. Если что, попросите подругу вам помочь. Вау, Вики, да у тебя настоящий талант! Теперь вытяните завязки из нижней части свитера и проденьте их в дырочку на бывшем воротнике. Протяните шнурок ровно до середины, а потом завяжите его концы у себя на шее, чтобы платье ненароком не сползло. Ого, ты создала новое платье всего за минуту! Надо же, Вики, ты выглядишь потрясающе! Не забудьте надеть высокие каблуки и красивые сережки, чтобы завершить образ. Ах, разве они не милая пара? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!